АвтоВАЗ планирует до 28-го года вывести на рынок два новых компактных кроссовера и две легковые модели сегментов B и C. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на выгрузку из государственной информационной системы «Промышленность». Подробной информации нет, но одной из новинок должно стать новое поколение Lada 4х4, или третьей Niva, если её так назовут. Прообразом послужит шоу-кар Vision 4х4, показанный на московском автосалоне 2018 года. Серийный кроссовер построят на платформе Renault-Nissan. Вторым паркетником может оказаться компактный кроссовер, предвестником которого выступил концепт X-Code 2016 года. Что касается двух легковушек, то нам, видимо, стоит ждать новые поколения Гранты и Весты. Между тем, выгрузка из ГИС «Промышленность» принесла ещё одну новость. Volkswagen, согласно своему специнвестконтракту, наладит в России сборку трёх новых моделей. Одной из них станет кроссовер TARU. О нём мы рассказывали ещё в прошлом году. Это глобальная модель, которая в некоторых странах называется TAREC. Технически это аналог паркетника Skoda Karoq. Первоначально TARU должен был встать на конвейер газа в Нижнем Новгороде уже в этом году. Но сроки наверняка сдвинутся. Второй моделью должен быть компактный кроссовер. Скорее всего, речь идёт о локализованной версии Volkswagen T-Cross, который построен на базе европейского хэтчбэка Polo. С этой машиной российских журналистов знакомили ещё год назад и явно не случайно. Третья новинка. Это крупный кроссовер. О чём идёт речь, гадать не будем, но из крупных машин в гамме Volkswagen есть Touareg и Terramont. КамАЗ начал продажи магистральных тягачей из перспективного семейства K5. У машины перелицованная кабина от Mercedes Actros, под которой скрывается рядный шестицилиндровый дизель, созданный при участии компании Liebherr. Коробка передач — современный европейский робот ZF Traxon, а скоростной задний мост носит марку Daimler. Межсервисный интервал составляет 120 тысяч километров. Завод рекомендует отгружать машину клиентам по цене около 7 миллионов рублей. Но конечную стоимость устанавливают дилеры. В любом случае в цену включен сервисный контракт на три года, куда входят техобслуживание и запчасти.